Это итоговый выпуск программы День с толком. О самых ярких событиях этой недели вам расскажу я, Ирина Корчагина. Здравствуйте. И начнем с горячей новости. Пожар в Егоревском районе наконец-то полностью потушен. Об этом сообщают в Минприроды края. Напомним, последний крупный пожар в районе начался 19 июня. Спустя несколько дней он распространился на территории в 10 тысяч гектаров. Бороться с огнем помогали специалисты предприятия авиалесохраны из Хантамансийского автономного округа. Особенно отличились на пожаре трактористы Боровлянского лесхоза Виталий Шатохин и Сергей Поднебеснов. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко, они несколько суток провели в кабинах своих тракторов, работая в тяжелейших условиях. Обоих мужчин представили к награде за честь и мужество. На этой неделе в крае прошел масштабный агрофорум Дней Сибирского поля. В нем принял участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава ведомства отметил, что уровень рентабельности сельхозпредприятий Алтайского края выше среднероссийских показателей. Подробнее о том, как прошло одно из самых главных событий для региона, расскажет Анастасия Дороган. Амбициозные планы и такие Лев Каленов ставил себе всегда. За их достижение медаль Героя Труда директор Убийской ленопредельной компании пристегнул полпред в Сибири Анатолий Серышев. Ордена и медали в этот день вручили порядка 30 специалистам аграрной сферы края. Так начался День поля. Масштабный агрофорум, на котором встречаются фермеры, животноводы, производители техники и семян. Порядка 1500 тонн оригинальных семян мы производим. Их приобретает наш элитно-семеноводческий хозяйство. И в пределах 17 тысяч тонн элиты предоставляем для наших сельхозтоваропроизводителей. Алтайские селекционеры закрывают 60% потребностей фермеров края. Опасения сельхозпроизводителей год назад о том, что им нечего будет сеять, не оправдались. А сейчас к семенам алтайской селекции присматриваются уже соседние регионы Казахстана и Монголия. Потенциал этой сферы оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который приехал в край специально на День поля. Главе ведомства представили и новинки машиностроения. Например, новый трактор Кировец, для которого производят на Алтае шины, диски и элементы топливной системы. Или агрегат для внесения жидких удобрений в почву. Движение влево-право, то есть ограничители хода, для того, чтобы не было излома иглы. Трактор, когда едет вперед, он не имеет прямолинейности движения. То есть он может где-то вилять, где-то что-то объезжать препятствия. Соответственно, если он начнет поворачивать, весь агрегат 12 метров тоже начнет поворачивать. Чтобы не ломалась игла, есть именно вот это движение. А рядом с отечественными машинами стояла техника с иероглифами. Нюансы, отвечающие духу времени. Например, этот трактор приехал из Китая. Его производитель не просто делает ставку на Россию, но и приспосабливается под запросы российских фермеров. Поменяли кабину, установили акциальный поршневой насос. Мы ведем переговоры, чтобы все-таки они автоматическую коробку поставили. Более внутри, скажем так, кабины, под привычный уже европейский стандарт переработали. Отечественная и китайская техника почти вдвое доступнее российскому фермеру, чем европейская или американская. И чаще всего аграрии делают выбор в пользу именно отечественных машин. На Китай смотрите? Смотрим, помаленьше. Никак? Пока никак. Просто смотрим. Не впечатляют или все равно все эти? Сервисы где-то. Успешным прошедший год оказался для всей агросферы края. Уровень рентабельности алтайских сельхозпроизводителей превысил среднероссийский. Урожай достиг рекордных объемов, несмотря на непростые погодные условия. С погодой нелегко и сейчас. В Алтайском крае достаточно большое есть большие площади пашни, где ни одной капли осадков не было ни в течение всей весны, ни в течение пока что всего июня. Настоящие профессионалы своего дела и в прошлом году, и в позапрошлом, несмотря на все испытания, которые и тогда, внешние факторы и обстоятельства нам устраивают, умеют и знают, как даже в сложных условиях давать действительно рекордные результаты. Поэтому уже который год алтайские аграрии бьют рекорды, а в 2023-м увеличили площади под Гречиху. Площадь под ключевой для нашего региона культуры Гречихи превысила 700 тысяч гектаров. И я вас хочу поблагодарить. У нас Гречиха всегда такая, достаточно капризная культура с точки зрения и цен на нее, и достатка в магазинах. Ну, если мы увеличиваем площадь, значит, ожидаем больше урожая и меньших колебаний с точки зрения цены. Ход посевной кампании в крае и в целом в стране подробно обсудили на оперативном штабе министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. С главой края он поднял вопрос объемов производства, ключевых проблем сферы и мер поддержки аграриев. Мы скорректировали механизм расчета экспортных пошли. Это позволит снизить финансовую нагрузку на отрасли. До ноября включительно продлен комплекс мер по стабилизации цен на рынке минеральных удобрений. Министр подчеркнул, что федеральное ведомство готово оказать поддержку Алтайскому краю. В 2023 регион участвует в семи мероприятиях по комплексному развитию сельских территорий, на что получил 350 миллионов рублей. Это деньги на строительство жилья, дорог и благоустройства. Кроме того, Виктор Томенко обратился с просьбой допфинансирования аграрного вуза края и поддержки некоторых других отраслей. Обсудили ситуацию, складывающуюся на рынке молока в перспективах ее дальнейшего развития зерновых интервенций, которые предположительно будет делать осенью Минсельхоз, ну и возможности расширения сбыта продукции нашими предприятиями, фермерами, хозяйствами, в том числе используя направление сегодня на восток, там, где мы тоже сегодня пока что еще присматриваемся, делаем только первые шаги по возможному участию в проекте сухопутного зернового коридора на Китае. День поля – еще один способ решать вопросы сбыта поставок реализации продукции. Ежегодно в рамках агрофорума заключаются десятки соглашений о партнерстве. В этом году в мероприятии приняло участие больше 330 компаний. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Кстати, недавно Виктор Томенко заявил о том, что в ближайшие пять лет Алтайский край может стать лидером в стране по производству сельхозтехники. Согласны ли с этим сами производители? Об этом в нашем интервью. Импортозамещаться можно, и можно в больших количествах, и делать достаточно серьезную технику, которую мы раньше, собственно говоря, только мечтать о ней могли. Сегодня открылось огромное окно возможностей по вопросам импортозамещения с уходом всемирно известных брендов. И мы сейчас эту возможность пробуем использовать. Вот как раз наглядным тому примером является пассивный комплекс, который будет в сегменте Джон Дира и Барго. И испытания, надо сказать, получились удачными. И продукт готов, и он созревший. Поэтому это один из таких опытов и точек роста, которые, скажем так, могут выступить драйверами в развитии Алтайского края. Динамика есть, динамика положительная, и ряд предприятий показывают это, в том числе Рубцовская СЗ, компания Агроцентр. То есть мы также растем, и растем, причем серьезными темпами. Год от года зависимость снижается, ведь и мы же тоже внутри компании импортозамещаемся. Да, конечно, до определенного предела экономической целесообразности. Кроме того, появляется ряд компаний в России, которые начинают производить компоненты. Это тоже мы видим. Вот если взять, например, пассивный комплекс, который мы сделали, то из покупного там, по большому счету, прикатывающие колеса, диски, улавливающие колеса, ну и сами большие колеса. Хотя их тоже при желании можно вполне себе заместить. И я бы сказал, что уровень локализации последнего нашего продукта, это, ну, 90, даже, наверное, позову, 95%. То есть мы эти вещи научились делать. Да, есть критические компоненты, которые мы вынуждены импортировать из-за границы. Пока, слава богу, у нас Китай в этом отношении выручает. Но и там есть определенные сдвиги, сдвиги положительные. Поэтому, скажем так, уровень импортозамещения или уровень зависимости от импорта, он у нас снижается. Ну, вот на сегодняшний день мы представлены в 63 регионах России. В Казахстан мы давно уже поставляем технику. Сегодня у нас как раз здесь представители из Монголии есть. Мы сегодня подписываем контракт на поставку оборудования. Также у нас есть уже, мы близки к заключению контракта с поставкой в Белоруссию и в Евросоюз. В Евросоюз буквально планируется поездка в июле. Если все у нас хорошо, мы уже должны заключиться и тоже будем поставлять туда оборудование. То есть, конечно, это не те объемы, которые были до последних событий, да. Но тренд, опять же, положительный. И там очень много лояльных клиентов к нам. Не вся, оказывается, Европа и не вся Соединенные Штаты так думают, как предсказывают им средства массовой информации. Очень много лояльных, на самом деле, и клиентов, и людей находятся и там. Они готовы покупать нашу продукцию, конечно, преодолев барьеры с вопросами поставки и с вопросами оплаты. Вот это единственные такие сложности, которые сегодня беспокоят. Как оцениваете День поля в этом году? Можно ли сравнить, насколько изменилось количество участников, количество техники, которые представляют ваши коллеги, вы? Если сравнивать с предыдущими годами до всех известных событий. День поля, надо сказать, к слову, растет. И растет год от года нереальными темпами. То есть он становится все крупнее и крупнее и в количестве экспонентов, и в посещении. В этом году стоит отметить, что огромное количество приезжих делегаций было. Например, только к нам приехала делегация более чем из 10 регионов России. Это и Саратов, и Тамбов, ребята, и из Калининграда, и так далее. То есть выставка набирает обороты. И, наверное, уже, я бы сказал, это, скажем, деловое мероприятие и площадка для обмена не только контактами, но уже и заключение договоров, уже, скажем так, финального выбора. И она приобрела масштаб уже даже не сибирская. Это уже всероссийская выставка. Причем, ну, сопоставимый, наверное, с Юг Агра уже. Или с Золотой Нивой, с той же, которая в Краснодаре проходит. Движение по коммунальному мосту в Бийске должны запустить на два месяца раньше срока. Это стало известно на встрече губернатора Виктора Томенко и заместителя прокурора России Дмитрия Демешина с жителями Бийска. Какие еще темы обсудили на встрече и кого они коснутся в первую очередь, расскажет Дмитрий Дроздов. Ключи от квартиры номер 143 в доме по улице Декабристов 20 вручаются от Хиповой Марине Викторовне. Этого момента дети-сироты ждали несколько лет. С 2018 года региональные органы и прокуратура ведут работу по обеспечению данной категории жильем. За это время в крае улучшили свои жилищные условия более 2,5 тысяч сирот. На эти цели край выделил 600 миллионов рублей. Но этого, по словам Виктора Томенко, казалось недостаточно. Стали искать решение проблемы. В итоге теперь в регионе работает система жилищных сертификатов. Стоимость одного – 2,7 миллиона рублей. Только за прошлый год, в том числе с помощью этого механизма, удалось помочь примерно тысячам детям-сиротам. В этом году на решение вопроса заложено 1,6 миллиарда рублей. В очереди на сегодня почти 6 тысяч человек. Квартира очень хорошая и все в шаговой доступности. Очень все понравилось. Уже видели, заходили в квартиру? Да, была в квартире. Очень хорошая, большая квартира. И все магазины, детские садики. У меня ребенок уже маленький. Для меня было важно, чтобы была детская площадка и садик, школа рядом. На очереди было около года мы стояли. Благодаря оперативной работе РЖУ, прокуратуры и наших местных властей, мы очень хорошо и быстро получили сертификат. Мы очень этому рады. Мы можем теперь получить квартиру и выбрать сами, в каком районе именно жить. На личном приеме граждан Виктор Томенко и Дмитрий Демешин обсуждали, как решить и другие насущные вопросы битчан. Один из самых волнующих людей вопросов – сроки ремонта коммунального моста. «Передвигаться на сегодняшний день по коммунальному мосту практически невозможно. Создаются пробки в такое время, как лето, то есть жарко». «Вот у нас срок – конец ноября. То, что он будет выдержан, сомнений не вызывает. Но сейчас вопрос такой – есть ли возможность сдвинуть немножечко пораньше сроки сдачи? Без потери качества, конечно. Мосту потом долгие годы жить, работать и обеспечивать битчан и гостей». «Работа уже выполняется и выполнена. Самая главная задача – это выполнить работы по верхней части моста. Эти работы мы планируем завершить порядка на два месяца раньше, чем весь объект под мостом. Дальше работы будут вестись до 1 ноября, а может быть чуть раньше, в октябре». Тем самым подрядная организация рассчитывает, что полноценно передвигаться по мосту можно будет на два месяца раньше запланированного. Заместитель прокурора России Дмитрий Демешин, в свою очередь, дал указание взять эту ситуацию на контроль и регулярно отчитываться о ней в Краевую прокуратуру. «Так, чтобы реверсивное движение, которое он сказал, глава Крысфорта, города Бийского Крысфорта, действительно имело место в рамках эффективного передвижения людей. Потому что пропад сегодня мы увидим, а сегодня не пятница и не воскресенье, а сегодня рабочий день». Также жители Бийского района в ходе личного приема просили провести ремонт в ряде образовательных учреждений, а советского – сократить расстояние от жилых домов до мусорных контейнеров. Всего обратился 21 человек. По итогам встречи, заверила принимающая сторона, каждое из обращений будет отработано. Дмитрий Дроздов, День с толком. Еще одна важная тема этой недели. В Барнауле привлекли к ответственности кредитора. На самом деле, даже в масштабах страны этот случай уникальный, говорят эксперты. В Барнауле представитель одного из крупнейших банков страны приходил домой к родителям должника, угрожал изъятием имущества. При этом родители, как третьи лица, вообще не знали об имеющемся долге. Как удалось разрешить ситуацию и сохранить квартиру, расскажем в сюжете. Я взяла, его так толкнула, он отлетел к этой двери. Я захлопнула, он выказал тормой. Вот ты еще меня! Думаю, все, смерть моя пришла. Незваный гость пощекотал нервы семье Гартман. В тот день Нина Викторовна от коллектора узнала, что у сына есть кредитная карта и просроченный долг по ней. Так хорошо тормой нет. Ну, у меня муж подскочил, пошел открывать. Вот, ваш сын-должник, я представитель банка, он не хочет платить. Он говорит, а с меня что вы хотите? Пусть он платит. Ну, пусть платит. Он ваш сын, он у вас прописан. Если он не будет платить, изымем ваше имущество. При этом представитель банка даже не показал свои документы. И каждый раз, когда семья вызывала полицию, коллектор сбегал. Супруги в недоумении. Сыну 38 лет, 11 из которых он уже не проживает здесь. В квартире прописан, но долей не имеет. А самое главное, родители не понимают, почему банк перекладывает ответственность на них. Семья решила обратиться к судебным приставам. Мы приняли обращение и стали проводить расследование. Взяли объяснение со всех участников этой проблемы. В дальнейшем противоправные действия стороны представителя банка были прекращены. Банк был привлечен к комиссии ответственности со штрафом 200 тысяч рублей. Эта история уникальна тем, что обычно коллекторы пишут или звонят должникам. Здесь же кредитор перешел на личные встречи. Кстати, после резонанса к семье пришел еще один представитель этого банка. Очень вежливо, настолько вежливо, я чуть не умерла. Пожалуйста, пусть он придет в банк. Мы порешаем вопрос, но поменьше, чтобы платил. В службе судебных приставов поясняют, кредитор не вправе разглашать информацию о задолженности третьим лицам, будь то работодатель или родители. В Алтайском крае приставы ежегодно получают порядка 500 обращений с жалобами на кредиторов. Некоторые из них заканчиваются составлением административных протоколов. Больше всего жалоб на микрофинансовые организации. В законе прописано, что коллектор, либо банк, либо кредитор вправе участвовать взаимодействие не чаще. Одно раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Естественно, они не имеют права нарушать права человека на отдых, звонить ночью после 10 часов вечера. А родители нашего должника, хоть и в хороших отношениях с сыном, но сегодня они так и не знают, выплачивает ли он долг или нет. Но на всякий случай они выписали его из своей квартиры. Ирина Корчегина, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе состоялся первый полноценный допрос так называемого инвалида в деле о смертельной драке на Старом Базаре. Дмитрий Лопатин – самая загадочная фигура в этой трагической истории, произошедшей летом 2020 года. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Михаилу Старцеву, который уже отбывает срок за эту потасовку. На днях в суде Лопатин утверждал, что нападали в тот вечер на него, а трости он лишь защищался. На заседании побывала моя коллега Анастасия Дороган. Она расскажет подробнее. Процесс начался с пачки документов. Дмитрий Лопатин представил суду кучу медицинских справок о состоянии своего здоровья. Мужчина подтверждал проблему с нервом, постановку на учет как инвалида третьей группы. Но есть нюанс. Лопатина с него сняли еще в 2016 году. Произошел допрос Лопатина, где он принес свои многочисленные справки, которые, в принципе, по сути, на момент 2020 года не имеют никакого отношения. Это 2012 год, 2023 год, что он где-то там получил очередную травму. То есть никакого отношения к 2020 году эти справки не имеют. Михаил Старцев был против приобщения к делу этих справок и заявил, что еще не видел инвалидов, устраивающих драки. Но судья все же прикрепила справки к делу. Затем Лопатин озвучил свою версию событий. В ней он приехал в злополучное кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Ему, кстати, понравилась Лилия Ворогушина, девушка из компании Михаила Старцева. Но на предложение познакомиться, со слов Лопатина, Ворогушина в грубой форме отказала мужчине. Тот ответил и к словесному конфликту подключился Старцев. В этот момент Дмитрий Лопатин направился к машине, чтобы взять трость. Хотел избежать конфликтной ситуации. Побоялся, что в силу своего здоровья получу по голове. Пошел к автомобилю, в нем лежала трость. Зачем вы взяли трость? Вы в защите нуждались? Да. Вы звали на помощь? Нет, никого не звал. Что произошло дальше, мы слышали много раз. Потасовка закончилась смертью Павла Рохлова, который принял мужчину с тростью за инвалида и решил заступиться за него. Прокурор, допрашивая Лопатина, несколько раз возвращалась к моменту начала драки, когда Лопатин пошел к машине за тростью. Вот его объяснение. Вы когда отмахивались, Старцев какие-то активные действия проявлял? Он шел на меня, шел целенаправленно, агрессивно шел. Но я вижу же по лицу, что человек настроен драться, видно же. На следующем заседании стороны продолжат допрос Дмитрия Лопатина. Напомним, его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Михаилу Старцеву, который второй год отбывает наказание за причинение вреда, повлекшего смерть по неосторожности. По предварительным планам, до осени суд должен вынести решение по делу Лопатина. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Для первоклашек Барнаула к первому сентября дополнительно откроют почти 900 мест. В администрации города проработали ряд мер для снижения существующей в некоторых школах напряженности. Накануне завершился первый этап приема заявлений от родителей первоклассников. Второй стартует 6 июля. Подробнее в сюжете. 9,5 тысяч заявлений от родителей уже приняли в городском комитете по образованию. На первом этапе он длился почти три месяца. В первой классе зачисляли детей по месту жительства, а также льготников, чьи родители работают в полиции, МЧС, Увсении и других силовых структурах, а также чьи братья и сестры уже учатся в этих школах. С 1 по 5 июля детишек зачислят. Если кому-то пришел отказ или кто-то еще не подал заявление, с 6 июля стартует второй этап приема документов. Родители смогут подать заявление через портал госуслуг, предварительно сделав Черновик, и ровно в 8.00 6 июля отправить это заявление в школу. Также через портал образовательных услуг или при личном общении в школе. Непростая ситуация с зачислением детей пока в индустриальном и центральном районах Барнаула. Правда, в мэрии уже приняли меры для снижения напряженности. К 1 сентября будут созданы дополнительные 876 мест для первоклашек. Для закупки оборудования и мебели выделены средства. В ряде школ пришлось прибегнуть и к непопулярной мере. Количество детей в классах придется увеличить до 34, где-то до 38. Решаются проблемы и в новых микрорайонах. Времена года и Норд. Детей оттуда будут возить на автобусах до 84 и 114 школ. Почему именно к этой школе? В этом году у нас открывается школа в спутнике. Школа 138. С 1 сентября мы планируем открыть порядка 850 детей. Планируем, что в эту школу у нас поступят. Соответственно, дети из 114 школы, потому что 114 школа у нас принимала таких детей, она немножко освободится. И, соответственно, в этой школе мы сможем обеспечить места для первоклассников, те, которые проживают у нас в микрорайонах новостроя. В Азии детей будут 4 автобуса. В администрации города доставку до школ на автобусах назвали мерой временной. Сейчас продолжается строительство школы в квартале 2011. Сдать ее планируют в следующем году. Как только это случится, дети из 114, разумеется, по желанию, смогут перейти в новую школу. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, день с толком. Еще одна новость, которую наши зрители активно обсуждали в комментариях на этой неделе. Трудовое воспитание школьников, скорее всего, вернется в систему образования. Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении. Когда он будет принят в окончательной редакции, в школы вернутся традиционные дежурства в классе, столовой, гардеробе и не только. Как к возврату трудового воспитания детей отнеслись барнаульцы, смотрим. Пускай работают. С детства надо приучать их, чтобы работали они. Считаю, что нас раньше привлекали в наши времена, ничего страшного не было. Поэтому, если труд на пользу, значит, все можно. Я так считаю. Правильно делают. Нет, вообще неправильно. Все должно быть по доброй воле. Принудительно ничего никогда не получается. Они сейчас в телефонах сидят. Они на улице не ходят. Это как-то их, как-то, ну, я не знаю, потому что, да. Потому что вот этот телефон, компьютер и все, их на улицу не выгонишь. Друзья у них будут, во-первых. Интересы какие-то, может, будущей профессии поможет. Да, я думаю, нет. Им надо, наверное, больше всего к учебе времени уделять, чем к труду. Весь год учатся, а летом нужно как бы отдыхать. Очень положительно. А почему? Ну, потому что это вполне естественно. Детей приучать к труду, даже вот такого маленького. Собери игрушки, подбери свои вещи. Даже если ребенку 3-4 года. А школьник, тем более. Сотни паломников со всей России вот-вот должны зайти в село Коробейниково усть-Пристонского района. Почти неделю назад крестный ход по традиции начался у Покровского собора в Барнауле. Люди проходят непростое путешествие в 250 километров, чтобы увидеть главную святыню Алтайского края. Наш корреспондент стал свидетелем того, как паломники отправлялись в путь. Все тело твое темно будет. 7 часов утра, а в Покровском соборе уже сотни людей. Перед долгой дорогой они отстояли службу и причастились. В первый крестный ход у нас ходило 49 человек. Вот сейчас количество участников и география участников очень расширилась. Количество примерно до 1000 человек. А география это практически очень большое количество городов России. Одна из участниц юбилейного крестного хода, который в этом году на территории нашего края проходит в 25-й раз, приехала из Москвы. Женщина рассказывает, что в пешее путешествие решила отправиться после того, как икона Коробейниковской Божьей Матери помогла ей исцелиться, когда она находилась в Хабаровске. Это было, конечно, большое чудо. И были многочисленные исцеления уже даже после того, как икона улетела. У меня оставалось масло от этой иконы. И когда мне не могли остановить кровотечение, даже на скорую возили, когда я теряла сознание, просто врачи даже ничего не могли сделать, я приложила смоченный тампон, и у меня кровотечение остановилось сразу. Многие обращаются с мольбами об извлечении Коробейниковской иконе Божьей Матери. Она считается главной святыней Алтайского края. Путь к ней долгий. Расстояние от Покровского кафедрального собора до села Коробейниково, где икона находится в кроме Казанской Богородицы, составляет больше 250 километров. И нужно быть готовым ко всему. А некоторые в пешие путешествия берут и детей. К примеру, известная алтайская актриса отправилась в поход сразу с сыном и дочкой. Ты ничего не ел практически целый день, но ты уже ничего не хочешь есть. У детей проявляется невероятная энергия. Они начинают бегать, скакать, играть в футбол, волейбол, теннис. И мне приходилось просто разгонять детей, которые прыгали по палаткам. Одно из интересных нововведений в этом году – это, пожалуй, специальный нагрудный значок, посвященный юбилею. Значок выдадут всем причастившимся в третий день пути. За первый паломники преодолели 30 километров, за второй – примерно столько же. После короткой ночной передышки в Калманском районе дальше отправятся в путь, который продлится неделю. В Коробейниково верующие должны прийти в это воскресенье, чтобы попросить помощи или благословения у главной алтайской святыни. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Госдоме предложили разрешать магазинам бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности. Это получится сделать, отменив НДС на фудшеринг для торговых сетей. Сегодня на российском рынке развиваются две модели фудшеринга – благотворительные и коммерческие. То есть в первом случае еду раздают безвозмездно, во втором – продают по внушительной скидке. Как раз об этом наш следующий материал. В нем мы пытаемся ответить на вопрос – а есть ли фудшеринг в Алтайском крае и в принципе в других регионах России? 30% от всей еды, которая производится, оно уходит в пищевые входы. Это примерно 2,5 миллиарда тонн ежегодно. А именно, это то, что пропадает по пути в магазин, на его прилавке или у нас дома в холодильнике. Елизавета живет в Норвегии и уже пару лет она в каком-то смысле герой. Девушка спасает продукты с помощью фудшеринга. Для начала фудшеринг бывает благотворительным и коммерческим. В отличие от первого, коммерческий фудшеринг подразумевает продажу еды по большой скидке. Наша героиня открыла для себя несколько приложений, которые борются с пищевыми отходами. В дело подключаются кафе, магазины и даже отели. Мне очень стало интересно, вообще как это работает. То есть это был новый стартап, вот, в Норвегии у нас. И я вот так вот зарегистрируюсь, ты платишь фиксированную сумму всегда, это очень маленькая, то есть 4 евро. И всегда пишут, на сколько денег вот в этом пакете будет продуктов. То есть обычно там на 20 евро. Очень быстро разбирают. То есть это действительно хорошая, свежая еда, съедобная абсолютно, которую мы спасаем от выкидывания. Но пока фудшеринг больше распространен в Европе. В нашей стране, пожалуй, только в столице. И то на старте. В небольших городах фудшеринг ассоциируется с простой оценкой. Даже так, на грани просрочки. Псевдо фудшеринг, конечно, он известен давно в виде переклейки сроков годности. Его пока, наверное, в Алтайском крае не рассматривают, как некий цивилизованный или вообще-то бизнес. И для меня тоже это не совсем такое пока еще сформированное понятие, как предпринимательская деятельность. Наверное, потенциал какой-то есть, особенно на фоне того, что для многих это может быть и существенная экономия средств в семейном бюджете. Кстати, недавно в Госдуме предложили разрешать магазинам бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности. Это получится сделать, отменив НДС на фудшеринг для торговых сетей. По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чем отдавать населению. Но благотворительность, как и утилизация товаров, откровенно говоря, не очень интересна предпринимателям. Как и коммерческий фудшеринг. Пока в провинции у него туманные перспективы. Я знаю, что в Мурманской области, откуда я родом, эту проблему тоже пытались как-то решить. Но это все заглохло на уровне, а как людям сообщать, а кому это надо. Так как нет каких-то общих регулировок, и каждый там сам по себе, и очень сложно еще просчитать выгоду. То есть кажется, я могу эту булочку черствую трехдневную, еще два раза продать, все нормально. То есть на самом деле это, конечно, такая отдельная бизнес-модель, которую надо следить и просчитывать. Возможно, все-таки, когда уровень бизнеса вырастет, будет какой-то трафик определенный. Эта культура, она только-только зарождается. Я думаю, может быть, в течение трех лет, я думаю, это будет актуально у нас. Пока даже не задумывался на такую тему. Вы первые, кто озадачили про это поговорить, поэтому, я думаю, к этому можно вернуться. Не исключено, что в будущем коммерческий фудшеринг выльется в региональный стартап, принося пользу всем участникам рынка, в том числе покупателям, которые по соблазнительной цене будут спасать банан от одиночества, булочку от неминуемой черствости и помидор от коварной плесени. Все в руках маркетологов. Не чувствуешь себя бомжом, а просто чувствуешь, что ты помогаешь этому несчастному банану. Вот точно так же. То есть сделайте из людей вот таких героев, которые действительно решают и помогают. Вот и все. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов. День с толком. Что ж, такой мы запомним эту неделю. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что вы можете рассказывать об интересных темах и обо всем, что вас волнует по телефону нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших выходных. Продолжение следует...